всем привет вы на канале тыковка tv и сегодня я снимаю видео обзор на вот такую игрушку капучи дракона скрытый мир или как говорят ну в россии капучи дракона 3 эту игрушку мне подарила день рождения который меня было позавчера моя подруга и я очень за это благодарна если она меня смотрит то спасибо тебе огромное мне очень она нравится и это у нас кривоклык я вообще фанатка всех драконов поэтому кривоклыку я тоже очень рада потому что я обожаю его я в детстве это был мой самый любимый дракон после беззубика конечно я очень рада что есть появились наконец появились такие игрушки капучи дракона тут написано how to train your dragon the hidden world это по-английски звучит такое название если вы мне будете писать комментарии типа где ты это купила то я честно не знаю мне подарила эта подруга но конечно я у нее если узнаю то могу написать в принципе так давайте сначала рассмотрим в коробке нашего кривоклыка как я уже поняла то он будет двигать крыльями так вот вертись головой и лапами если ошибаюсь оформлен он красиво крыльями вот такие вот подогнутые упаковки он держится с помощью вот такой штуки так здесь у нас беззубик как раз из карта мира такой весенний написано how to train your dragon the hidden world что неудивительно тут икинг с беззубиком на обратной стороне у нас показаны вот такой портрет скажем его изображение нашего кривоклыка вообще его зовут хукфанг но это по-английски вот это класс качкары качкары вы что знаете я все знаю так вот тут представлены драконы из этой коллекции это стаунфлай стаунфлай грандгильда филфлэс беззубик хукфанг это у нас кривоклык ну тут всякая информация что 3 плюс типа детям 3 года плюс 3 года там все такие знаки там ценники все эти штучки ну мне нравится скажу вам очень красиво оформлена вот эта упаковочка туда же символ так волуха вроде не помню вообще это разящий символ скажу я честно уже не помню беззубик конечно же символ дримворкс и спин мастер интересно интересно коробка выполнена в стиле скрытого мира то есть такие коралловые такой это кораллы не знаю что там у них такое все фиолетово голубое все такое розовое зименькое короче все мои любимые цвета ну давайте теперь перейдем к самому нашему любимому кривоклыку что же давайте его рассмотрим выглядит он как и полагается то есть ничего лишь в лишнего или наоборот недостающего я не вижу то есть все так как и должно быть у нашего кривоклыка за исключением одного мне кажется что у этих драконов и не должно быть сегодня так как все же они же уйдут в свой скрытый мир поэтому мы не дождемся еще делать них жалко но как я могу говорю что я хочу подобрести себе зубика по поводу герогили я не знаю потому что меня все же немножко смущает ее выражение лица если будет беззубик я может быть его купил ну что же давайте уже распакуем и смотрим что у нас умеет делать вот тут ничего не написано то есть инструкция может там хотя я его вообще не вижу ладно давайте распакуем вот я нужно смену залезла надеюсь получится его да 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 нет нет коробка не смей нет 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 коробка жадина чего ты коробка дай мне его так коробочка его не стильщем и оставим вау вау у меня просто крещение это моя первая игрушка каплячей дракона скрытый мир о господи вау господи крышки его мамочки ого вау он стоит стоит вот так может достать круто так давайте его рассмотрим поближе давайте поближе рассмотрим так значит давайте я вам расскажу про его способности он умеет вот так вот вертеть головой туда посмотри сюда во первых посмотрим его хвост он как обычно полагается крёклыку такой мягкий вот так вот можно делать но лучше не надо то есть вероятность что может сломать так это такая как даже не знаю что такое резины то скольцо резина ткай мягкая вот это хвост вот этотリбишочкой его такое и вот эти рожки это тоже это все резина глаза это твердая резина также резина ротик у него ротик можно вот так вот вот так вот нажимать такска ну ничего не будет значит лапы у него подвижны они вот так вот двигаются, хорошо двигаются. Лапы можно вот его поставить, точнее, в такой позе. Можно его поставить вот так вот, смотрите, чтобы он такой, типа, водичку пьем, водичку. Вообще прикольно, прикольно, да. Что еще хотела вам сказать, это просто про драконов, что у меня будет теперь выходить просто цикл каплющих драконов, просто много прям, вау, вау прям. Ну ладно, давайте уже еще посмотрим. Так, значит, его крыльям давайте перейдем к крыльям, это самая простая деталь. Он умеет именно ими вот так вот махать, то есть вот, допустим, что вот это вот когда он летит, летит, а когда он присел, то есть он прилетел, давайте, допустим, он может вот так вот прям на них, так скажем, стоять. Знаете, как драконы они вот так, типа, крылья делают, когда отдыхают, там, может делать вот так вот крылья, сейчас только ногу вам поправим, вот так крылья. Вообще, очень прикольно, мне нравится. Вот эти вот штучки мне, они всегда очень нравились. В мульске, как он ими там по скалам всяким лазил. Это очень помню. Вообще, это очень-очень хорошо. Прям сделано, качественно видно. Пузико такое должно быть беленькое. Здесь он у нас, так скажем, не издает никаких звуков. Отличие, как я слышала, в отличие от Безубика. Вроде Безубик из этой коллекции, я не уверена, но вроде он издает звуки, и у него горит спина. Вы знаете, как в второй части у него такая спина там? У него вот эти шипы, они раздвоились, и они были голубого цвета. Ну, когда он вожака побеждал. Ну, ладно, давайте сейчас к новоколку подойдем. Значит, зубы у него покрашены белые, качественно сделаны, и внутри можно приглядеться, увидеть язычок. Глаза покрашены в желтый цвет. Вот глаза, видите, в желтый цвет. Как и надо. У него красненький носик, красненькое тело, и черные штучки, прям как мультики, они такие черненькие, ну, вот такого цвета, вот такие пятушки. Вот. Придем к хвосту. Хвост. Хвост у него тоже такой черненький, такой черненький, коричненький. Это смесь, наверное, красного-коричневого с черным. Вот такой красивый. Здесь у нас от пузика, от рта до пуза, вот так вот идет, 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 идет. Очень, очень качественно сделана вот белая полосочка. Ну, это как у кошек бывает таких с белым пузиком. Так, значит, крылья у него с этой стороны красные. Красные. А здесь они у него красные, с такими пятнышками, как у него должны быть мультики. На спине тоже хребет, как я говорила, все совпадает. Значит, перейдем к его лапам. Лапы. Четыре лапки таких. Коготочка. Коготочки, я хотела сказать, пальцы. У них нет пальца. Что у коготочки? Лапки красные. Вот так. Так. Значит, у него еще есть тут вот такие вот зацепочки. Такие, знаете. Ну, я даже не знаю, как шипчики, наверное, такие маленькие. И все очень качественно проделано. То есть у него даже вот подглядеться вот так вот такая чешуйка, чешуйка. Самая настоящая чешуйка. Прямо реально говорю. Она очень хорошая. Здесь сделаны такие полоски. Это как рельеф, типа настоящий такой. Вообще, я вам скажу, что клевоколка вообще крутой прям. Давайте попробуем, например, сделать вот так вот крыло, допустим, вот так вот. Знаешь, драконь, они же вот так вот чешутся. Так, чик-чик-чик, почесали. Ну, голова, как я сейчас попробую, может, у него... Вроде у него голова должна кружиться на все... Короче, вокруг самого себя. Сейчас. Да, она вот так вот кружится, да. Смотрите. Вот так-так-так-так-так-так. И давай аккуратно-аккуратно. Все, все. В обратную сторону. Идем обратно-обратно. Ну, короче, она у него кружится, это я вам точно говорю. Сейчас, крылышка, крылышка, давай. О-о-о-о-о-о. Так вот. Вот так. Ну, короче, у него все очень подвижно, особенно крылья. Крылья вот это прямо, вот смотрите, они вот так вот. Так вот, так вот, так вот. Просто красавица-красавица. Красавица. В общем, лапы, как я говорила, он может типа, типа, он лежит, вот спим, спим, все баю-баю-баюшки, баю-баю. Может, как будто вот он стоит в обычной позе. Крылья вот так вот давайте, вот так лапа вот так стоит, стоит. Можно делать, как будто вот он, прямо вот, как я говорю, пьет воду, вот так вот кородет, не знаю, воду пьет, вот так вот. Крылья вверх, можно вниз опустить, по-любому. Голос сюда, сюда можно... Вообще, игрушка крутая, мне она очень нравится. Я вам, всем, ребята, советую. Прикольный крыльок, мне понравился. К качеству у меня, как бы, никаких зацепок нет. Качество шикарное. Игрушка, скажу, для детей очень хорошая. Мне кажется, долговечная, если ее, конечно, правильно использовать и правильно играть. Механизмы хорошие, крылья нормально двигаются, голова шикарно двигается, но лучше не зубы... Лучше вот так вот не делать, а то сломаете просто. Вот если вот так вот закрыть, там просто можете резко делать, и она может сломаться. Поэтому, ну, игрушка, я скажу, хорошая. Качество. Вот качество, вот я вообще прям вот третья часть по качеству, мне кажется, самая лучшая. Потому что, ну, вот вы посмотрите, блин, вообще качество супер-супер-супер-супер. Лапы, лапы, вообще прям шикарно, шикарно, шикарно. Механизмы, как я говорю, двигаются Все очень хорошо, в принципе Даже очень безопасно Мелких деталей таких, чтобы, например, ребенок Не знаю, там, не дай бог их потерял Нету, это мне тоже радует Не, конечно, люблю, когда там с пульками Какими-нибудь всякими, это интересно Просто вот захочешь взять ее Куда-то, поехать с ней Конечно, можешь аккуратно ее положить в коробочку Или куда-то еще, то есть ничего не потеряется Голова не оторвется точно Очень хорошая Мне она очень нравится Надеюсь, вам, ребята, она тоже нравится Ну, как я говорю, она шла вот в этой коробочке Если что, напоминаю Все так вот положим в нашу коробочку Очень-очень хорошая Прикольная И если вам, ребята, тоже она понравилась И если вы хотите, чтобы я еще делала обзоры На вот таких вот Шикарненьких драконов, когда они у меня появятся То ставьте лайк И подписывайтесь на мой канал И всем пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok